А это моя сестер. Привет! А, ну ладно. А то я думала, вы маску одели, чтобы защититься от коронавируса. Стирай, да? Посмотри, стирается? В общем, так, набрала немного по минимуму. Покажу вам здесь интернет. И общая рамка для них на 5 штук. Всем привет, мои хорошие! Я, кстати, сейчас поставила новый режим. Яркие краски должны сейчас быть. Посмотрим, как этот влог у меня запишется. Более яркий. Надо с этой камерой тоже поработать со светом, всеми делами. Чем мы занимаемся? Как вы знаете, сейчас мы сидим дома. В основном, можно сказать, карантин такой. Никуда стараемся не выходить. Но я понимаю, что свежий воздух нужен. И мы аккуратненько, конечно, выходим. Бывает, во двор никого нет. Мы гуляем там часик, возвращаемся. Все обрабатываем, все, естественно, там моем, дезинфицируем. Все, и сидим в основном дома. Мама никуда не выходит. Я, конечно, выхожу еще по делам. То есть, куда-то в магазин сходить. Это все на моей ответственности. Я всегда деваю масочку. И тоже постоянно суббши колку ношу, чтобы... Если вдруг что, сразу все обрабатываю. Ну и как бы нигде не гуляю, не задерживаясь. Вот так. И чем мы занимаемся дома? В понедельник, уже с понедельника нам придут начинать работы с электрикой. Прокладывать трассы будут нам под кондиционер. Потому что о кондиционере, кстати, хорошо бы задуматься заранее. Потому что тогда, когда уже жарко, то запись там за месяц вперед, за две недели вперед, чтобы не ждать. Мы сейчас проложим трассы. Вот. И чтобы уже люди пришли и положили нам... Поставили нам, короче, кондеры. Так, а что мы делаем сейчас? А у нас перестановка сейчас, да? Пойдем. Так как мы будем делать вот эту комнату нашу... Дэй, ну включай. Ты же умеешь включать. С чего ты? Включай. Ну все, пусть работает. А он заряжается, сломался, видишь? Целый день сегодня Дэй этим занимается. Короче, вот видите, что у нас сейчас. Сейчас я все это отсюда уберу. Мы снимем занавески. Потому что именно здесь у нас будет основная прокладка трасс. У нас трассы будут проходить вот здесь. Вот кондиционер будет один вот здесь. Второй кондиционер будет с той стороны. Но трассы мы тоже проложим здесь. Так, чтобы все работы проходили именно здесь, в этой комнате. Все здесь запылили уже. Будут работать перфоратором. Сказали, что не очень должно быть много пыли. Но куски как бы с пылесосом будут. А, нет, электрика с пылесосом будет. А трассы перфоратором без пылесоса. Короче, они говорят, что есть люди, которые работают болгарками, там еще чем-то. А они вот перфоратором, и типа от него не так много пыли, этой грязи. Не знаю, посмотрим. Но я решила, что, чтобы, знаете, вот это убирать, потом здесь спать, я решила просто всю спальню нашу, всю спальню, и все вот это, естественно, убрать. Но главное вот это вот спальное место перенести в другую комнату. Здесь я уже убираю это, выкидывать все. Здесь я немножко прибираю. Сейчас вытащила, помыла полы. Да, здесь, как видите, я сейчас все сложила туда вбок, да. Немножко надо будет это все разбирать, что-то разложить. Но здесь я освободила нам местечко. Сейчас я положу кровать. Здесь уже застелю, чтобы видеть, да, смотреть, сколько там места для прохода мне осталось. И часть мы снесем на балкон, чтобы здесь освободить местечко. Повесим здесь занавески для нас. И с Данечкой мы будем спать. Честно я вам скажу, мне эта комната очень нравится. Она, мне даже кажется, она для спальни тише, чем та. И она более такая уютная, в ней прям спокойно. Вот я когда захожу в эту комнату, мне прям, знаете, спокойно. Мне хочется медитировать и релаксировать в этой комнате. Вот. И увлажнитель воздуха сюда принесу, потому что здесь вещей всяких много. В общем, сейчас все сделаю, перенесу и покажу вам уже итог, как мы будем спать в ближайшую неделю. А возможно, я и останусь здесь тогда. Если мы эту комнату начнем уже делать, то я ее уже доделаю. И уже и вещи сложу, куда и шкаф куплю. Вот. И уже посмотрим. Но вот это идеально. Вот я бы даже здесь хотела себя спальню. Правда. Единственное, что мне нужно просто больше места. Столько вещей всяких, что больше места нужно. Но вообще посмотрим. С Денькой я все равно буду засыпать вместе первое время. Вот. Короче, вот такие дела. Короче, мне кайф здесь поспать. Ну что, мои хорошие, прошло 3 часа. Мы здесь убрали все. Вытащили. Ну, это вот у нас еще просто еще пару дней до того, как к нам придут рабочие. И мы это на балкон сразу снесем, чтобы она там не пылилась. Пусть лежит здесь, пока вещи сохнут. Ну, а мы реально переехали. Смотрите. Наша кровать. Горшочек, да. Наша кровать. Я все застелила. Здесь Денькины игрушки. Денькины вещички. В основном игрушки. Ну, тут то, что лежит. Там срочная водичка. Салфеточка. То, что... Вот. Ну, здесь вещи все лежат. Мои так и лежат. Кстати, вот я перетащила вещи сюда с той комнаты. Нашла местечко. Ну, и тут, конечно, вот так все сложено. Но по-другому пока что никак не получается. Часть я еще на балкон снесла. Все это дело нужно разбирать. А разбирать некуда. Шкаф весь уже полный этот вот. Ну, в ближайшее время все разберем. Сейчас мы будем делать комнату ту. На самом деле, я рада. Здесь есть и место, есть увлажнитель. За навесочки повесили. Все. Мне эта комната очень нравится. Я, когда здесь, ну, занималась, запаковывала там вещи в магазин. Да, там такое все. Посылки делала. Я всегда закрывала дверки, чтобы мне никто не мешал. И здесь такая тишина на самом деле. И классно то, что здесь тихо. Окна выходят во двор, да. Здесь тихо. А утром здесь куча света будет. Вот. И я люблю просыпаться именно от яркого света, который заливает всю комнату. В общем, вот так. Класс. Мне здесь очень нравится. Я прям безумно хочу поспать эту ночь и потом с вами поделиться впечатлениями. Потому что мне кажется, эта ночь будет очень сладкой. И Дэнке уже здесь нравится. Он уже здесь ходит. Что-то тут бродит. Так. Эти коробки я выброшу. Это мы пока поставим тоже на балкон. В общем, потихоньку будем еще разбирать. Надо это туго будет тоже разобрать. Что-то на балкон отнесем. Что-то просто подвинем там эту вешалку. Потому что нам вот здесь будут все делать. Нам будет весь щиток. Мы его будем менять на 18 этих... На 18 отдельных вот этих выключателей и переключателей. Все провода будем прятать, пускать их по потолку. Вот. И когда все сделаем уже полностью, да, вот это мы будем переносить. Оно будет в шкафу. Мы туда перенесем. Вот. Потом, когда все это дело сделают, здесь мы тоже все разметим. Я уже знаю, какую я кровать примерно хочу, да. Я ее померю. Вымерю здесь по бокам полочки, да. Вымерю, где мой столик будет стоять. Где-то, думаю, здесь столик, чтобы был. Эти проводки будут уже не действовать. Мы будем делать новые проводки. Вот. И проводка вообще тут старая. Говорят, от застройщика не очень хорошая. Поэтому проводки все будут новые. Здесь будет шкаф. Шкаф будет без подсветки. Поэтому здесь дополнительных проводов не будет. Вот. Что еще? Здесь будут розетки. Это, чтобы включить. Там зеркало, может, я большое здесь хочу поставить. Ну, и здесь мы сделаем розетки для телевизора большого тоже. И здесь розетки. То есть, я не знаю, здесь они будут или здесь. Это для столика. Вот. Сейчас мы будем все это вымерять, вычерчивать, рисовать уже. И уже на днях, на следующей неделе, уже после того, как нам сделают под кондиционер здесь все, после этого займутся электрикой. Займет это тоже где-то 2-3 дня. Именно в этой комнате. Комната и прихожая мы сделаем в раз. Комната и прихожая. Вот. Туалет и ванна тоже сразу сделаем. Вот. И потом будем заниматься уже нашей кухней. Когда мы чуть-чуть обустроим эту комнату. Денька, смотрите, видите? На каждый шкафчик повесил свою. Вот цветоприщипку. Занимается. Еще он безумно любит вот этого робота. Раньше он его боялся, а теперь он его очень любит. Включает, выключает, следит за ним, ходит. Приглашает его выйти из комнаты. Бежит за ним, провожает его, короче, веселье. Еще мы, кстати, с мамой на балконе прибрали. И вещей здесь стало больше на балконе, но они стали более упорядоченные, потому что мы здесь навели порядок. То есть здесь есть дорожка, по которой мы можем вот так пройти и взять, в принципе, все, что здесь нужно. Вот. Прибрали чуть-чуть на балконе. А вот эти вот новые игрушки, да? Пойдем, Кися, а то тут холодно. Пойдем, зайчик. Да. Сейчас мы покушали, да? Бабуля посуду моет. Все скушали мы, да? Да, буля посуду. Все скушали. Не, у нас бочь осталась. И вкусняшки. Завтра что-то приготовлю. Завтра будем готовить, а я завтра поеду по делам по-разным. А, подожди. Завтра вместе. Завтра вместе поедем, да? Ладно. Так, робот-пылесос работает. Моет. Целый день, короче, моет. Вот Денька хорошо. Он его... Нравится ему этот пылесос. И он, ну, как бы им руководит, да? Вот так бы я сама лень включить. А Денька его включает. И у нас прям постоянно влажные стерильные полы. Да, Кисюнь? Да, Кисюнь? Все чистенько ударился. Мальчик мой сегодня бежал и упал. Об стол ударился. Я, кстати, тут уже показывала, не показывала. Видите, как здесь уютненько? Здесь тихо так. Телек работает уже. Всем доброе утро. Мы проснулись. Как спалось на новом месте. Я вам скажу, очень даже хорошо. Единственное, что когда я закрыла дверь, обычно, ну, в той комнате я полностью закрывала двери, и мы спали, да? Здесь я вот так закрыла, маленькую вот такую щелочку оставила, и было очень жарко. Очень жарко, что... И прям, ну, было очень жарко, видимо, потому что и окно далеко находится, и оно как бы там закрыто, да? И совсем воздуха нет. Поэтому мы спали, вот немного открыла вот так двери. Вот так вот прям дверь открыта будет. И тогда прям вот с коридора холодный воздух, прям вот то, что нужно. И спали под одеялком, очень сладко. Ну, мне прям нравилось. И Денечка спал так же, как и в той комнате. Ничего особенного для него не было. Вот, ну, а мне здесь в этой комнате нравится. Она реально такая поменьше, уютненькая. И она достаточно большая. Я вот так смотрю и думаю, что я буду обе эти делать комнаты. Электрику буду делать с учетом и спальни, и детской. Потому что, может быть, сначала это будет детская, а может быть и нет. Может быть, пока мы сделаем кухню и так далее, я решу, что здесь все-таки будет спальня, и здесь останусь, а малого туда. Поэтому, короче, надо и ту делать под спальню, и детскую. В общем, с электрикой будет у меня еще целая эпопея, как лучше сделать, потому что я человек перестановка. Я могу сделать, опять ты робот-пылесос в туалет поехал. Ну-ка выходи оттуда. Сейчас мы пьем кофе и с мамой едем за посылочкой. И с малым, естественно. А потом я их оставлю... Ну, проедемся, прокалимся, потом я их оставлю дома и поеду уже покупать разные принадлежности для электрики. К сестре заеду в гости. Вот, вещи я дам, которые я там собиралась отдавать. Так что сегодня воскресенье, день выходной. Есть чем заняться. Так, на своем втором канале, смотрите, я добавила сюда асаи. Это перетертые ягоды такие. Короче, цвет получился такой красивый, смотрите, как будто там реально... Ой, надо еще доперемешать. Короче, цвет красивый, вкус немножко такой вот ореховый, ягоды что ли. Ну, в общем, сейчас будем пробовать. Здесь на кефире я сделала. Будут панкейки. И вот здесь прям ложку с гуркой асаи добавила. Ну, а остальное все как обычно. В общем, сделаем, попробую. Эта распаковка была на моем втором канале. Полезные продукты. Вот, смотрите, там очень много прикольных штучек взяла. И теперь, если делаю фруктовый салатик, добавляю туда там что-нибудь. Ложечку того, ложечку того. Ой, и еще забыла, что здесь у меня рисовая мука с кукурузной в перемешку. Овсяной нет. А я здоровалась сегодня или нет, я не помню. А это моя сестра. Привет. И мы приехали в Леруа. В общем, тебе что надо? Линолеум. Ей линолеум надо, а мне вот все надо закупить запчасти для электрики нашей. Камера у меня, наверное, все заляпанная. Сейчас, секунду. Так лучше видно? Вот. Короче, все, мы прогуливаемся. Народу немного, хоть сегодня воскресенье. Обычно в Леруа больше, на самом деле, народу. Вот. В общем, покажу, как что куплю. И какой линолеум сестра выберет, тоже покажу. Ты не против? Я не против. Короче... Так, линолеум мы не купили, да? Линолеум, да, не хочу сейчас кощик заморачиваться. Он тяжелый. А, да. Не рассчитала силы. Это, конечно, на крышек, может, кому-то пригодится. Вешается на какую-то перекладину. И крышки больше, меньше, меньше вставляются. Ну, чтобы порядок. 280 рублей стоит, да? Да, Леруа. А это набор, ну, держатель для чашек. Вот так она выглядит. Симпатично, кстати. А это сколько стоит? 110 рублей. Вообще 110, офигенно. Прикольная оттенка. Короче, все сократить и все наверх повесить. Да. Ну, с обновками тебя. Еще не купили, сейчас к кассе пойдем. А я ничем не могу особенным похвастаться, потому что я сама купила. Это я купила удлинитель на три. Потому что у меня не хватает удлинителя, еще один нужен. Купила батарейки, это для своего микрофона. Постоянно садятся батарейки там, ну, пригодятся. И вот такой шестигранник, мне там кое-что нужно отвертеть. И так как я не знаю, какой именно ключ, я взяла набором. Стоит всего 66 рублей. Батарейки по 180 каждая, а это 240 удлинитель. А это все мне мужчина по списку сделал. У них только не было там этого счета на 18. Это я, наверное, в другой поеду и там возьму уже. А так вот вроде бы все, что нужно. Я не знаю, как это... Смотри, когда выбивает пробка, у тебя распределят. Вот будет одна штука выбивать. Например, сплит выбил, а только одна выключилась. Другой, допустим, печка с чем-то там что-то подключено. Чтобы не сразу все тумблеры выбивала. Ты так вообще-то разбираешься. Потому что ни один ремонт переживали на квартиру. Ну вот такие дела, короче. Все, пойдем купим. Я не знаю даже, насколько все это дело. Сейчас на кассе выйдем, потом скажу, сколько все это стоило. Так еще этот накладной щит, он где-то тоже полторы стоит, который мне нужен. В общем, все, что мы купили, кроме щита. А щит где-то стоит, наверное, 1500-1800 на 18 вот этих ячеек. Я посмотрю его в другом Леруа. Короче, без него вышло почти на 10 тысяч, да? 9 с половиной. 9 с чем-то, короче, я не помню, сколько с чем. Округляем до 10. Я, честно говоря, не ожидала. Я думала, будет чуть меньше. Но все равно я в голове так округлила 10. Ну, примерно 10. Думала, может, еще что-нибудь там то-то возьму. В итоге 10 тысяч, да. И еще сейчас за работу заплатить. За штрабление. И за... За что я там буду платить? За штрабление и за точки. Вот. Каждая точка 250 рублей. То есть вот здесь розетка, точка 250. Тут, например, вывод там чего-то 250. Каждая точка 250. И штрабление 1 метр 100 рублей. Вот. Ну, короче, сейчас там на 2 комнаты. Вот комната и... Комната где-то 2,5 мы посчитали. И прихожая там со штраблением 2,5 где-то. Короче, 4 тысячи комната по работе. В принципе, терпимо. Терпимо. Все хорошо. Мы, может быть, больше сделаем. Я думала, там вообще бешеные деньги, конечно. Но это еще очень даже приемлемо, на мой взгляд. Вымеряем. Нарисовали кондиционер. Все заложили, завесили. Сделали дырку. Насквозь. Мы просто никогда не видели, как штрабят. Поэтому мы как обезьянки. Тут такие о-о-о. В дырку залезли. Всем доброе утро. Сегодня с утра уже к нам приходили рабочие. И что сделали? А что это у нас, кстати, глянь. Тут какие-то эти. Посмотри. А, он же шеет. Это у нас сворачивали. А, он же сворачивал глинолеум. Они своих козлов ставили. Ну, козлов. Смотрите. Сиди полстены проштраблено. Просто, по-моему, страшко какое теперь. Хорошо, что мы переехали в ту комнату. Там спокойненько, хорошо. А здесь сейчас у нас будут все стены. Будут в таких штуках непонятных. Кондиционеры, кстати, они нарисовали. У нас вот здесь один кондиционер будет. Розеток вот этих не будет. Мы их уберем. И напрямую будет подключено. У нас отдельный щиток будет все это дело. Тут все запенили. Все за собой убрали. Подмели. И даже мешки убрали. Представляете? Со вот этими штуками. Вообще такие молодцы. Сделали все за час, девочки. Вообще. Крутые ребята. Вот. Пыли на самом деле было здесь достаточно много. Но окно было открыто. И как-то все вот раз и вытянулось. Видите, ничего нет. Никакой пыли. Чистота, порядок. Мы здесь тряпки клали. Мама точнее клала. Тут немножечко мы тоже завесили все. И вот вывели. Здесь у нас будет еще кондиционер. И тоже напрямую будет отдельный щиток. Ну и все. Эти работы закончены. И сейчас я поеду за щитком накладным. И с завтрашнего дня у нас уже электрика должна будет быть. Конечно, штрабление, пылюка. Электрик будет с пылесосом работать. Ребята без пылесоса работали. Но они втроем прошли. Все быстро сделали. Вот. Осталось теперь сделать электрику. И понять. Ой, у меня задача. Я не знаю, говорила вам, не говорила. Но мне очень нравится та комната. Вот реально она идеальна для спальни. А Денька самое интересное. Что он идет играть именно в ту комнату. Где мы спали раньше. И как-то мне кажется, естественным путем все как-то... Разрулилась. Да? Где что должно быть. Единственное, что... Мне действительно нужно много места для моего шкафа большого. Да? Для там столика, который будет у меня. Съемки. То, все. Ну, столик косметический я имею в виду. Съемки там. Зеркало большое должно стоять. Где я буду там переодеваться, снимать. Опять же. Кровать большая будет стоять. И поэтому надо немножко... Я думаю, что я обе комнаты сделаю под... Ну, как бы под спальни. То есть, что-то можно будет сделать спальню, поставить... Выведу всю электрику. Так я имею в виду. Что в другой комнате можно будет поставить большую кровать. И выведу всю электрику. Так. Вот. А... И, соответственно, то есть, они будут под спальню. Если я захочу где-то сделать спальню, без проблем. Электрика подведена, да, под тумбочки, под все эти дела. И, соответственно, если я захочу сделать детскую, то я так же уже с учетом, что будет детская, где что будет, да, точно так же электрику сделаем и под детскую. То есть, в принципе, в любой комнате из этих двух можно будет сделать спальню, можно будет сделать детскую. В зависимости от того, как я распланирую все. Распланирую все. Распланирую. У нас еще ничего не распланировано. Только в большой комнате. Вот. Но спальня лучше вот здесь. Сегодня, я думаю, мы этим займемся с мамой. Будем уже рисовать, что как. Чтобы уже электрик, ну, начал работать. Во всяком случае, в этой комнате в одной. Большой. Чтобы он уже все сделал и под детскую, и под спальню. Вот такая вот я неопределенная. Сейчас я выехала из дома. Еле-еле вышла вообще из дома. Не хотелось выходить. Не знаю, погода не солнечная ни разу. Не холодно на улице, но не солнечно. И вышла по делам. Сейчас нужно распределить там весь бюджет, раскидать. И еще надо заехать за продуктами. У малого закончились там каши. В общем, надо заехать и купить кое-какие продукты еще в магазин. Вот, вроде бы все. И быстро домой. Настроение неплохое, хорошее. Вся в предвкушении. Когда сделают комнату мне. Я с этими комнатами вообще, блин, реально. Ну, реально. То есть, когда две комнаты кайфовые. И ты, блин, не знаешь, какую лучше комнату выбрать. Чтобы малому было хорошо и комфортно. И у тебя все везде помещалось. Еще в комментариях у мамы там девочка оставила рецепт антисептика. Хочу заехать в аптеку и попробовать сделать самостоятельно антисептик по ее рецепту. Вот. Сейчас еще еду на почту за маминой посылкой. В общем, быстрее хочется все доделать. И, честно говоря, приехать домой и дома сидеть. Мне что-то нравится сидеть с малым. Что никуда его везти утром не надо. Меня прикололо. Так что, может, мы в садик перестанем ходить. Я шучу, конечно. В садике он развивается очень хорошо. И питание у него там пятиразовое. Разнообразное, конечно. Мне кажется, дома нет такого. Мы же не готовим пять раз в день. Там специально повара, которые все делают, меню там составляют. Дома попроще у нас, естественно. Но есть его любимая еда. Я, в принципе, его любимой еды не ограничиваю. Главное, чтобы это были не шоколадки, конфетки. Кстати, сейчас еще хочу посмотреть кашки всякие. Чтобы там было натуральное добавление сахара. Не белый рафинированный, а какой-то специальный сахар натурального происхождения. Посмотрю, какие каши... Кстати, напишите в комментариях, может, кто-то уже заморачивался на эту тему. Какие каши вы детям покупаете, чтобы без всяких лишних добавок. Зашла сейчас на стоечку. Вот сейчас буду выбирать. Значит, у фрукта няни есть сахар. Хочу найти что-то без сахара. Пусть будет молочное. И без всяких таких пальмового масла. И всего-всего. Короче, какой-то хороший органический состав хочется прям найти. Сейчас поищу, скажу вам. Так, девочки, вот смотрите. Бэйби премиум, детская молочная каша. Пшеничное печенье с малиной вишней. Здесь натуральные всякие сахарные такие добавочки идут. А здесь банан без добавления прям сахара, без глютена. Банан, персик, хип. Без консервантов, красителей, ароматизаторов. Ценник сразу у них на порядок выше. Если вот 109, это фрукта няня, то 154, да? Банан, персик 250, вот 241, да? А это 150, да? То есть уже разница есть. Но я возьму ему два варианта. Потому что ему что-то может понравиться, что-то нет. Возьму два на пробу. Смотрите, еще какое печенье. Нашла печенье детское с яблочным соком. Короче, здесь без сахара и яиц с цельным зерном. Но без яиц это как бы можно и не надо. А вот, например, здесь есть печенье детское натуральное, есть альпийское с пребиотиками. Там, короче, натуральный сахар везде, тростниковый. Тростниковый сахар, нерафинированный. Надо попробовать взять ему. В общем, так, набрала немного по минимуму. Я вам покажу вам здесь капусточка, кстати, вот эта вот. Каждый день капуста квашеная. Она без сахара, без ничего. Здесь просто вода, капуста, соль и морковки чуть-чуть. Вот, можно взять. Взяла печеньки. Как для Деньки вот эти я вам показывала, да? А, нет, это каши. Короче, взяла печеньки. Еще овсяные особые на фруктозе. Яички. Ну, лучок, помидорчики, хлебушек. Мы вот такое отрубное всегда берем. А вот, что я набрала, это муки, потому что все время не могу нигде найти овсяную муку. Я сразу две взяла, потому что овсяная мука – это самое классное, на чем готовить. Еще хочу попробовать гречневая мука. Ну, и также взяла кукурузную еще, и рисовая закончилась у меня. А тут это обычное молоко я беру для мамы. Как бы, ну, на крайняк и я могу, но я, как бы, просто так не пью уже давно, да? А кофе пью вот со своими. В общем, взяла вот этот, по-моему, 150 рублей, по-моему, цена у гринмилка, вот этого кокосового. Точно не помню. А у этого вообще 109 рублей. Здесь добавление сахара есть вообще 1%. 1% сахара написано. Ну, то есть вообще совсем мало, я так поняла. Вот, сахар 1%. Я подумала, можно взять, цена приемлемая. Вот, а этот вообще без сахара. Я его взяла. Прям такой диетический. Так, ну, у меня дома еще есть молоко, поэтому я только два взяла. Масло, бананы, в принципе, все. Лаваш для завтрака бездрожжевой. Там масло, макарошки. Ну, и все, хватит. Не набираю кучу всего. Мы, в принципе, уже зарплаты обычно берем. На месяц вперед там мясо, крупы, такое все. Потом подкупаем все. Не знаю, мне как-то сложно брать все так намного, надолго. Поэтому пока так. Так, еще взяла... Ой, я вам говорила, что здесь рядом в США нам есть вот они. Низкокалорийные. Взяла клубничный сироп. У меня вообще есть джем такой, но джем это не то. Он немножко такой желейный. А это прям вот для панкейков точно то, что нужно. Клубника, маракуйя взяла. Мне кажется, маракуйя очень вкусная будет. И взяла тофи. Тоже, мне кажется, будет вкусный. И еще вот эти вот протеиновые штучки взяла. Тоже они мне очень нравились. Там четыре вкуса разных. По две штучки взяла. Криспи или как-то они называются. Но вкусные. Теперь мы идем в Леруа. Мне нужно купить накладной щит. Сейчас зашла в фикс прайс. Ну, я захожу в общественные места. Захожу с маской. И, честно говоря, я знаю, что, ну, как бы, это если вы там простывшие, как бы, больше вы защищаете других, да. Ну, я на самом деле простывшая, как бы, кашляю. И что мне кашляют? У меня кашляют, допустим. Да, что я должна кашлять на людей лишний раз? Я одеваю маску. Это один момент. А второй момент я, как бы, ну, все-таки понимаю, что это маленький процент. Но все-таки защищаюсь от тех, кто будет на меня там дышать. Может, плевать, кто-то рядом там будет. И кашлят точно так же, понимаете. Кто-то будет кашлям. Ребенок может рядом закашлять. Еще кто-то. Я иду в огромное общественное место. И сейчас женщина такая выходит. И, ой, такая молодая, что так, заболела? Ну, подкалывает, типа. Ну, такая женщина, ну, как бы, видно, знаете, такие женщины. Которым до всего есть дело. Они там прокомментируют. Могут сами с собой ходить, разговаривать. Я говорю, да, простыла. Простыл дом, сиди. Я говорю, ну, кушать надо что-то. Покупать, выходить, там, еще что-то. Ой, да если заболеть. Она все думала, что я все-таки ее ношу для того, чтобы... Короче, не важно вообще, для чего я ношу маску. Кому какое дело. Хочет человек и носит. Да? Ну, я ей говорю, да я простыла. Я кашляю. И она такая, а, ну, ладно. А то я думала, вы маску одели, чтобы защититься от коронавируса. Смешная женщина. На самом деле здесь такой взгляд, как бы, ну, реально у каждого свое. Кто-то боится и не знает, как от этого спастись. Кто-то максимально какие-то меры предпринимает и на самом деле до конца не понимает вообще, оно работает или нет. Как, например, маски, да, все одевают. И люди говорят, одни говорят, защищает, но мало защищает. Кто-то говорит, вообще бесполезно. А кто-то считает, что это все-таки защищает, да. А кто-то говорит, да, если умрем, так умрем все, да. Ну, то есть, на самом деле, очень много разных людей, разных мнений. Мне кажется, уже в интернете, в СМИ точно так же люди делятся на многие. Что кому-то что-то доказывать и говорить там, что ты дурак, не дурак, что ты так или иначе делаешь. Мы на самом деле, наше дело такое маленькое. Мы на самом деле не знаем, что там наверху творится, что там делают, что там на самом деле стоит бояться, да. От чего мы быстрее умрем на самом деле. Поэтому, мне кажется, вот это вот говорить что-то кому-то, указывать, это такое, как это сказать, бессмысленное дело. Поэтому, ну, человек в маске, ну, что-то его тревожит, переживает. Человек без маски, ну, не тревожит. Может, его тоже тревожит. Его тоже тревожат те люди, которые в маске. Короче, всех что-то тревожит. Мне кажется, каждый должен остаться при своем мнении. Девочки, зашла в три аптеки, нигде не было вообще ничего спиртосодержащего даже. Представляете, я антисептик сама уже хочу сделать. Там сказала, да, что скинули рецептик. Там глицерин, этиловый спирт и что-то еще. Можно масло какое-нибудь добавить для душечки эфирное. У меня много масел дома. Вот. А еще что-то. Перекись водорода. Вот. И что, перекиси у меня много дома. А вот спиртосодержащего я ничего не могла найти. А сейчас зашла здесь недалеко в аптеку. В одной были у них там муравийная кислота, борная кислота. Ну, я взяла по 25 мг, маленькие такие. Взяла два того, два того. И глицерин жидкий взяла. А потом захожу в следующую аптеку. А я смотрю, у меня там написано, этиловый спирт в этом. В рецепте в этом. Думаю, заведу и сразу спрошу. Этиловый спирт. Но в той аптеке ничего не было, только вот эти два. А это мне вот, сколько он там, 45 рублей, что ли. Причем большая баночка такая. Я говорю, да, давайте два. Так что у меня теперь антисептика будет очень много. И я теперь буду все безбожно пшикать. Потому что я на самом деле, действительно, вот прям перчатки нужно одеть, знаете. Потому что я пока трогаю всю эту продукцию. Сколько раз ее кто трогал, неизвестно, да. Потом сажусь, потом машина. Мы с мамой недавно сидели, реально разговариваем. Мы просто понимаем, что как бы ты себя не берег, если ты выходишь из дома, а ты все равно подвергаешься, ну просто невозможно все, блин, продезинфицировать. Даже просто ты там вышла в одно место куда-то, да, и там отдала паспорт. Все, паспорт кто-то берет. Твоими руками отдает, карточка, да, там расплатилась. То, все, телефон и постоянно берешь, трогаешь. Ну, короче, я прихожу домой, и, конечно же, все-все-все дезинфицирую. Ключи, ручки, все как пшик. И вот этот спрейчик такой очень удобный. Я прям, ну, если я не дезинфицирую, не убиваю совсем микробы, то я спокойно хотя бы, понимаете, это мне как-то придает спокойствие, что я пришла с улицы, все продезинфицировала, помыла ручки и спокойно могу играть с малышом. Переоделась. Даже пакеты дезинфицирую. Просто вот я пришла, да, и просто так сверху все попшикала. Знаете, как поверхности мы дезинфицируем какие-то. Вот и я так раз-раз. Поэтому теперь я могу пшикать, запшикаться, и я буду счастлива. Вот здесь вот идет шкаф. Глубина 60, но там еще на вот эти вот передвижные дверцы еще 5 сантиметров добавляется. Вот 65, от стены 65. И здесь надо будет еще розетку делать где-то... Ну, сколько тут отступить еще от шкафа? Ну, не знаю, нужна она или не нужна. Мы с мамой сейчас будем расчерчивать, где у нас будет стоять кровать, тумбочки и, короче, где нам нужна проводка. Сейчас все расчертим. Малого уложили спать. Сейчас все расчертим. И завтра уже встречаем электриков. Они будут сами тут уже по-своему все считать. Это шкаф. Это шкаф. Ой, девочки, оказалось, что... Знаете, хорошо, когда вы человек, который придумали, что вот все будет так, и все намертво. И не делайте никаких перестановок, перемен, не собираетесь переезжать из комнаты в комнату. Здесь может быть детская, там может быть спальня, а может наоборот, откуда я знаю, что я захочу завтра. Я такой человек, кричит, человек перемена называется. Человек непостоянства. Я не люблю вот все постоянное. Короче, смысл в чем? Что мы пометили сначала, как сделать здесь. Вот я представляю, что здесь, например, у меня туалетный столик. А может быть, его и нет. Ну это так, просто теоретически. Если я захочу здесь поставить, я отсчитываю здесь, значит, там, ну грубо говоря, метр, там метр двадцать, да. Потом здесь у нас там прикроватная тумбочка. Потом здесь у меня кровать. Еще одна прикроватная тумбочка. И, короче, я смотрю, кровать получается посередине. Но я не хочу. Если кровать посередине, то здесь остается очень мало места. Так как там шкаф, да, здесь остается очень мало места, как бы. А мне, я люблю пространство ощущать. Мне нужно, чтобы здесь был какой-то больший пятачок. Чтобы я на нем крутилась, там, снимала что-то еще. Вообще тут зеркало хотела поставить красивое такое, с лампочками. Вот. Получается, я хочу сдвинуть кровать. Но если ее сдвинуть, то некоторые варианты здесь как бы уходят, да. Тут как бы, получается, уже не поместится столик. Но не факт, что этот столик будет, понимаете. Дукой у меня в голове, да. А если вдруг захочу я потом все-таки поменять. Вот сейчас я хочу, чтобы здесь кровать стояла ближе к окну, да. Не по центру комнаты. А вдруг я захочу, чтобы потом она стояла там. А я сейчас сделаю розетки прикроватные, да. И если я вдруг сдвину кровать, то, короче, одна розетка у меня закроется. В общем. Это так тяжело было все придумывать. В общем, мама тут со мной придумывала, придумывала, плюнула. В итоге ушла. Говорит, в общем, сама разбирайся здесь, где ты хочешь розетки. Короче, я думала, как можно сделать розетки, чтобы они были вот супер универсальные под все. И если потом это будет детское, то тоже эти все розетки пригодились. Короче, я решила сделать вот здесь вот целый ряд розеток, потому что в этом углу у нас будет одна точка, две розетки. Одна точка, две розетки. Здесь под интернет. Здесь будет ряд таких розеток, ну, где-то 60 сантиметров будет высотой. Здесь может стоять туалетный столик. Здесь может стоять компьютерный столик, когда это будет детский уголок, да. То есть здесь стол, если что, будет, к примеру, да. Вот. Дальше. Прикроватных, вот тумбочки прикроватные, над ними я розетки решила не делать. Потому что, в принципе, они мне по большому счету не нужны. Зачем? Только телефон зарядить, да. Я, на самом деле, здесь сплю, только телефон вообще оставлю на кухне заряжать, чтобы он меня не будил. Вот. Но если вдруг мне надо, да, то вот я дотянулась и зарядила. Рядышком стоит. Лампочек тоже я не буду здесь делать. Никаких светильников, они мне нафиг не нужны. Не люблю. Что-то не лежит у меня душа к ним. Все, кровать, она может стоять тогда хоть здесь, впритык к этим розеткам, да. Замечательно. Можно даже и не ставить прикроватную тумбочку. Вот. Ну и с этой стороны тоже, если в идеале, вот как мы с мамой посчитали, да, что там туалетный столик, что там тумбочка, здесь вот кровать и тумбочка. То есть это то, что кровать посредине стоит, да, при самом не очень хорошем раскладе, но все вмещается. То впритык к кровати здесь тоже идет одна точка, две розеточки. И даже если я захочу кровать сдвинуть туда, как оно и будет в начале, на самом деле, ближе к окну, то и здесь будет тумбочка, к примеру, да. То в принципе прекрасно дотянется здесь розеточка, подзарядили что-то и так далее. То есть здесь не принципиальный момент. Все, здесь две розеточки, там ряд розеточек, здесь мы оставляем, здесь сейчас одна розеточка, будет две, тоже одна точка, две розетки. Здесь тоже одна точка, две розетки, это на всякий случай там пылесос, еще что-нибудь такое. Вот. Ну и здесь опять же момент, как будет телевизор располагаться. Если вдруг я захочу, чтобы кровать стояла здесь, да, телевизор по центру, хорошо, чтобы был здесь, да. А если я захочу, чтобы кровать стояла здесь, то уже телевизор там как-то не камильфо, надо, чтобы он стоял здесь. Короче, я вымерила два варианта. Если кровать по центру, телевизор по центру здесь. Если кровать сдвинута, телевизор по центру здесь. короче между ними я делаю ряд розеток и тогда когда я уже поставлю кровать и поставлю здесь вперед чем телевизор потому что пока нам в спальне телек не нужен я тогда уже определюсь куда я буду ставить телевизор розетки в любом случае будут спрятаны под него ваш телевизор здесь будет большой вот так я выкрутилась целых полтора или два часа а кстати светильники могут эти тоже будем менять и я думаю что если сделать и знаете крутящийся который горит ярко можно по чуть-чуть думаю ну либо оставить такой двойной там одна лампочка скрипит и фига себя уже скрипит надо смазать и здесь тоже вот я щиток купила сегодня здесь у нас будет шкаф вот на этом месте щиток мы вот вымерили вот здесь мы его будем поставить я вообще хочу здесь чтобы была вешалка ну просто знаете мы зашли допустим да и разделись к примеру разделись где мы сразу здесь открыли шкафчик повесили вещи и над вешалкой вот здесь будет вот этот щиток и как бы даже не ста не становясь на стульчик можно будет увидеть что включить здесь что выключить но как бы в доступном для глаз и рук вместе все остальное все уже будут мои ящички тут висеть и так далее сложены вот эти все провода уберутся хотим еще дополнительную розетку там сделать и возможно здесь еще лампочка в шкафу но где будет розетка это нам подскажет уже мастер завтра в общем все я устала спокойной ночи малыш спит мы уже я уже устала все хочу тоже спать всем доброе утречко сегодня мы уже ждем электрика он уже должен прийти где-то сейчас или через полчаса максимум я выставила видео на свой второй канал сегодня выставила скраб для тела такой зеленый крутенький вообще скрабик мне этот понравился посмотрите ссылку на мой второй канал я оставлю под видео этом разные тест-обзорчики мы все сейчас в комнате вытащили ну вот вешалка моя здесь накрытая что-то на балкон вытащили мама тоже там видео кстати мама уже видео выставила как штробили нам стены с этим когда делали трассы здесь мы уже все убрали освободили потому что щиток вот он будет сюда становиться да вы тут кое-какие в общем ждем тряпочки уже постелила мама мокрые это повесили покрывалась сюда более такое длинное чтобы до пола бы робот тут убирает все убираешь все равно сейчас все будет в пыли вот два пакета со всякими штуками для электрика и вот накрыли ну все в принципе мы готовы мы готовы честно говоря мне даже не верится что близится все к тому что эта комната будет скоро готова на самом деле вот осталось реально электрику не так много розеток я вчера придумала да а это значит что как только мы все замажем все сделаем мы можем уже здесь делать потолки ну то есть потолок освещение делать какое нужно и наконец-таки ставить шкаф кровать дубочки да рыбку моя маленькая рыба так день укладывается спать и сейчас нам придут что робить стены а денечка спать решил полежать до закрывай глазки мама качает а выключаем свет все закрывай глазки закрывай глазки закрыл ты закрыл глазки ты спишь поворачивайся на бочок хитрюля какая актерище возьмите пищенька не успела мама отвернуться когда я не нарисовал ручкой на кресле стирай да посмотри стирается не черташечки не стирается ты видишь и что это это значит что нельзя рисовать денечка нельзя рисовать на мебели стирается получается ты еще напиваешь туда но я сильно его не ругаю давай давай мой сильно его не ругаю потому что у меня есть средства которые очень быстро и легко стирают все эти ручки с поверхностей давай давай мой это мой ну что готовы увидеть да 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 вы посмотрите полы такие так он еще сказал что он мел 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 здесь так но смотрите что на удивление я думала что с электрикой честно говоря будут точно такие же штробы огромные оказалось посмотрите как он все аккуратненько вообще сделал такие тоненькие ровненькие вообще все так аккуратненько ну вот вот он пришел и работал с 11 часов где-то да здесь у нас вот она электрика пошла на выключатель тут вот пошло все на одинаковом уровне сделано и здесь вот у нас под телевизор вот что у меня здесь получается здесь у меня двойная будет розетка то есть одна . а двойная розетка здесь я покупаю уже цельные 1 2 двойная 3 двойная то есть три двойные они уже продаются цельные с рамками а здесь здесь получится что я отдельно беру розеточка такая квадратненькая они отдельно продаются 4 розеточки вот и одна интернет и общая рамка для них на 5 штук а там общая рамка на 3 штуки вот кстати самое интересное что я в общем все сейчас узнаю всех смотрю ролики интернетные я хочу сама все это дело заштукатурить зашпаклевать или сразу с шпаклевкой или там гипсом короче не знаю чем но я сейчас вот узнаю смотрю ролики и мне хочется самостоятельно все это честно говоря сделать вот так что будет отдельный ролик как как я сама вот это все шпаклю в общем с электрикой вот пожалуйста а еще он вывел вот все провода здесь видите там вот блок такой у нас вывел все здесь под лампочку будет да все аккуратненько красивенько и все выводится туда вот завтра он закрепит вот эти вот ячейки чем-то спец ну специально там этот гипс гипс гипсом или чем-то таким вот он усадит это все чтобы оно ровненько все было вот и снимет эти розетки потому что они уже не будут работать снимет все это и мы тоже будем все это дело замазывать старые то есть они сейчас работают старый а потом они работать не будут мы потом раз подключим все и заработает все новое все старое не будет работать вот поэтому сейчас мама сказала что она здесь уберет потому что день кого-то на его там держит сейчас он естественно ищет меня все время за мной и она мне не доверяет мытью полов тем более такое да мы сейчас пойдем здание в комнату он будет смотреть мультики а мама сказала что все вот здесь вот помоет вымоет просто чтобы мы грязь не разносили вот кстати пакетик ой грязи довольно тяжелый инструменты он еще оставил потому что он все это там еще будет подключать здесь замажет то что я вам сказала да и будет подключать все это дело пока что к этому щитку запитает все вот и все он все запитает все там замажет сделает мы эту комнату все сделаем замажем вот это все что было красивенько да и чтобы я уже мы часть кухни всю перебор сюда все денечка все мамуль смотри как пылючка тебя ждет вам тебя не пугает эта грязь а че тут грязь воды налили полы протянули это шли ноли короче мама не пугает все мы пошли с мультики смотреть и потом посмотрим как ты убралась тут проверим твою работу идите мне не мешает все мы валяемся куда день вот там у нас мультики честно говоря мне здесь так нравится что я не хочу отсюда переезжать никуда ну что бабушка вытащила нас из-за точения смотри какая чистота но нереально просто красота я не верю что скоро это будет закончена эта комната будет сделанная прям не знаю вздохну ну я имею ввиду во всяком случае стены что можно будет уже здесь и потолки натягивать да и шкаф ставить кровать ставить тумбочки совсем другое дело будет так что вот я счастлива все чистенько но наверное завтра я еще подниму вам то что мы здесь будем делать и скорее всего завтра я уже наверное начну что-то здесь шпаклевать да а хотя нет шпаклевку это я отдельно вам сниму в отдельном видео в следующем влоге да будет все это дело поэтому ну чё электрика сделано тогда можно вообще в принципе заканчивать влог да сейчас мы мультики посмотрим покушаем попьем чай так у нас тут проветривается все здрасте мальчик мальчик ой когда же тебя закончатся силы то а силы закончатся у мальчика этого или нет сегодня просто вот мама пока мыла все это время он прыгал на мне я уже и пресс подкачал и ноги у меня уже тысяч четыреста синяков на мне поняла ну что мои хорошие все и включила увлажнитель кстати у нас здесь светильничек расстелила кроваточку и я с вами прощаюсь уже дэнчка идем спать солнышко ругается вот уже короче сейчас пойдем его укладывать время половина девятого уже пора спать а я думала бабушка выключила мультик начинаем со звука в общем ладно мои хорошие я с вами прощаюсь уже потому что да все работы закончены с электрикой в той комнате и следующий мой блог уже будет с чем штукатурка или как она там не штукатурка шпаклевка да шпаклевать буду сразу я уже посмотрела кучу роликов я же сказала все задаю вопросы тому знающим людям в общем я думаю что это будет не сложно самое главное это интересно я уже не хочу чтобы лишние люди заходили в дом честно говоря и такая думаю блин да это не сложно это я сделаю сама тем более мне кайф снять видео для вас что я что-то делаю своими руками все зависит от меня от моих ручек поэтому завтра я в магазин вот и начну шпаклевку обязательно все сниму и это вы увидите уже в следующем видео кстати завтра у мамы день рождения а это значит что когда этот влог уже будет на канале это значит что у нее день рождения короче 25 марта у нее день рождения можете все идти поздравлять ее а кто еще не подписан это самый лучший подарок будет от вас если вы подпишитесь на ее канал и поздравить ее лайком например на последнее видео ссылку на мою маму я оставлю под видео вот пусть будет сюрпризом для меня пока она там моет не слышно болейте берегите себя мойте руки дезинфицируйте там что-то нет-нет да в общем берегите себя пока и